Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа Святаго Иоанна Затаустого Божьего Человеколюбия Ныне через постепенное приспияние человека сделался Богом, но будучи словом он стал плотью, так что естество его осталось неизменным по своему бесстрастию. Когда же он родился, то идеи отвергали его необычайное рождение. Парисеи ложно толковали божественные книги, и книжники говорили противное закону. Ирод искал родившегося не с тем, чтобы почтить его, но чтобы погубить его. Сегодня люди увидели все противоположности. Не утаилось, говорит псалмопевеца, детей в следующий род. Цари пришли и удивлялись небесному царю, как он пришел на землю, не имея при себе ни ангелов, ни архангелов, ни престолов, ни господств, ни сил, ни властей, но прошедший необычайным и непроходным путем, проишел из неприкосновенного чрева. Не оставив, впрочем, ангелов без своего руководительства и не потеряв собственного божества через вочеловече не у нас. Цари пришли поклониться небесному царю славы, а воины послужить военачальнику сил. Жены пришли к рожденному от жены, чтобы изменить скорбь жены в радость девы к сыну девы, удивляясь, как творец молока из отцов, производящий из отцов текущие сами собой потоки, принял младенческую пищу от матери девы. Младенцы, к сделавшемуся младенцам, чтобы из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Отроки, к отроку, сделавшему их мучениками по причине иродового неистовства. Мужик, ставшему человеком и уврачевавшему болезни рабов, пастыри к доброму пастырю, положившему свою душу за овец. Священники, к сделавшемуся первосвященникам по чину Милхиседекову. Рабы, к принявшему образ раба, чтобы украсить наше рабство свободою. Рыбари, к сделавшему их из рыбарей ловцами людей. Мытари, к явившему из мытарей евангелиста. Блудницы, к простершему ноги своих слезам блудницы. Кратко сказать, все грешники пришли видеть ангца Божия, берущего на себя грех мира. Волхвы, воздавая ему честь, пастыри прославляя его, мытари благовествуя, блудницы принося мира. Самарянка, жажда источника жизни, хананьянка, имея несомненную веру. И так, когда все радуются, и я хочу радоваться, хочу ликовать, хочу торжествовать. Но я ликую, не на цитре играя, не смычек приводя в движение, не свирели имея в руках, не факела зажигая. Но вместо музыкальных орудий принимая пелены Христовые, они для меня надежда, они для меня жизнь, они для меня спасение, они для меня свирель, они для меня цитра. Поэтому я и прихожу, взяв их, чтобы силу получить, силу речи сказать с ангелами, слава вышли Богу, а с пастырями, и на земле мир человека, как благоволение. Лука 2.14 Рожденный неизъясним от Отца, сегодня непостижимо рождается Дева ради меня. Но тогда он поистинству родился от Отца прежде веков, как знает родивший, а сегодня он сверхъестественно родился, как знает благодать Святого Духа. И горнее рождение его истина, и дольнее рождение его не ложно. Истину родился он, как Бог от Бога, и истинно родился он же, как человека Девы. Вверху он один от одного единородный, внизу же он один от одной Девы единородной. Как горнем рождении его нечестиво представлять мать, так и в дольнем рождении его богохульно допускать Отца. Отец родил его бессеменно, и Дева родила его нетленно. Ни Бог не потерпел разделение, родив его, потому что родил боголепно. Ни дева, родив его, не испытала растление, потому что родила от духа. Поэтому ни горнее рождение его не может быть изъяснено, ни пришествие его в последние времена не допускает исследования. Что сегодня родила его дева, это я знаю, что Бог родил его без времени, этому верю. Но способ его рождения, я научился чествовать молчанием, а не научен исследовать словопрениями. По отношению к Богу не должен обращать внимание на свойства дел, но веровать в силу действующего. Ведь по закону природы бывает, когда жена, вступившая в замужество, рождает, а когда дева, не испытавшая брака, родившая, опять оказывается девою, это выше природы. Итак, пусть уследуется то, что бывает по природе, а то, что выше природы, пусть чествуется молчанием. Не как достойное небрежение, но как неизъяснимое и достойное почтение молчанием. Придите же, будем праздновать, придите, будем торжествовать. Род праздненства необычайный, потому что необычайный способ рождения. Ныне древние узы разрешены, дьявол посрамлен, бесы обратились в бегство. Смерть сокрушена, рай открыт, проклятие уничтожено, грех удален, заблуждение истреблено. Истина возвратилась, и учение благочестия повсюду рассеялось и распространилось. Вышняя жизнь насаждена на земле, ангелы входят в общение с людьми, и люди бестрепетно беседуют с ангелами. Почему? Потому что Бог пришел на землю и человек на небо, все соединилось. Пришел на землю всецело существующих на небесах, и всецело существующий на небе всецело является на земле. Будучи Богом, Он сделался человеком, не перестав быть Богом. Будучи бесстрастным, Словом, стал плотью, сделался плотью, чтобы обитать нас. Богом Он не сделался, но был, а стал плотью, чтобы кого не вмещало небо, того приняли ясли. Для того он и положен был весля, чтобы питающий все принял младенческую пищу от матери девы Для того, отец будущих веков, не чуждаются объятия девы, как крудное дитя, чтобы сделаться доступным и для волхвов Ныне волхвы пришли, сделав начало удаления от мучителя, и небо хвалится, указывая звездою свою владыку И Господь, восседая на легком облаке своего тела, стремятся в Египет, по-видимому, избегая козней Ира Да, на самом деле, исполняя сказан Исаия, в тот день, говорит он, Израиль будет третьей с Египтом и Осирией Благословение будет посреди земли, которую благословил Господь Говоря, благословен народ мой, египтяне, дело рук моих осиряне, и наследие мое Израиль Исаия 19, 24, 25 Что говоришь ты, иудеи, ты первый стал третьим? Египтяне и осиряне поставлены прежде, первородный Израиль считается после Да, и справедливо, осиряне будут первыми, потому что они первые поклонились ему через волхов И египтяне за осирянинами, потому что и они приняли его, бежавшего от козни Ирода Израильтяне же считаются последними, потому что уже после выхода из Иордана Они признали его через апостолов Он пришел в Египет и потряс, деланный руками стукан египетский небес причины Но потому что некогда запечатлел жилище египетские истребления первородных Поэтому ныне пришел он, как первородный, чтобы прекратить плач, вызванный древней скорбью А что Христос называется первородным, об этом ныне свидетельствует евангелист Лука, когда говорит И родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице, Лука в осенне И так он пришел в Египет, чтобы прекратить плач, вызванный древней скорбью Во дворе прадость, место мучения, дрова свет, спасение, место ночи и тьмы Вода реки сделалась тогда нечистой от убиения юных младенцев Поэтому пришел в Египет он, некогда обогревший воду, и сделал потоки реки, источающими спасение Очистив осквернение и нечистоту их силы духа Озлобились некогда египтяне и в бешенстве отвергли Бога Поэтому он пришел в Египет и исполнен боголюбивой души по знаниям Бога Реке же сообщил силу производить мучеников обильнее колоси Хочу здесь присовокупить, каким образом он, будучи бесстрастным, стал словом, стал плотью Причем естество его осталось неизменным Я вижу плотника и ясли, младенца и пелены, рождение девы, лишенные всего необходимого Все в бедности, все в нищете Видишь ли ты богатство в этой великой нищете? Как он богатый и стал бедным ради нас Как он не имел ни ложа, ни постели, но был положен в голых яслях О, бедность, служащая источником богатства О, безмерное богатство, имеющее вид бедности Он лежит в яслях и потрясает вселенную Появляется пеленами, расторгает узы греха Еще не произнес члена раздельного звука И научил волхвов и указал им путь к возвращению Что я скажу? Или о чем буду беседовать? Вот младенец появляется перед нами и полагается в яслях Представит Мария, дева и матерь Предстоял Иосиф, называемый отцом его Он называется мужем, а она называется женою Название согласно с законом, но не означает их сочетание Разумеет, здесь только название не дело Он был только женихом ее, а дух святый осенил ее Поэтому Иосиф в недоумении не знал, что сказать о младенце Приписать его прелюбодеянию он не дерзал Произнести хульное слово от деви он не мог И собственным сыном назвать его не решался Он хорошо знал, что ему неизвестно, как или от чего он родился Поэтому, когда он недоумевал о данном событии С неба было принесено внушение голосом ангела Не бойся принять Марии жену твою Ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго Матфея 1.20 Дух Святой осенил деву Почему же он рождается от девы и сохраняет детство неповрежденным? Так как в древности дьявол обольстил Еву, бывшую деву То поэтому говорил, благорестовал Марии и Деве Но обольщенная Ева произнесла слово, послужившее причиной смерти А получившее благовествование Мария родила славу во плоти Приобретшее нам вечную жизнь Словом Еву указано древо, за которое Адам изнан из рая А слово родившееся от девы явило крест Через который разбойник на место Адама возведен в рай Так как ни язычники, ни иудеи, ни еретики не верили, что Бог родил Нетленно и бесстрастно, то поэтому ныне происшедшее из страстного тела сохранил Страстное тело бесстрастным, чтобы показать Что как родившийся от девы не нарушил детство Так и Бог без истления и изменения святого естества Его родил Бога боголепно, как Бог И так, как люди оставив Его, изваяли человекеобразных истуканов Которым и служили к рассказовлению Создателя То поэтому ныне Слово Божие, будучи Богом, явилось в образе человека Чтобы и ложь уничтожить, и богопочтение обратить незаметным образом на себя самого Будем же высылать славу Христу, сделавшему неудобно удобным Со Отцом и Святым Духом, ныне и приясны, и во веки веков Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому